В связи с объявленной в городе повышенной готовностью из-за погодных условий, все службы работают на опережение. Предпринимателей и владельцев магазинов попросили посыпать входы смесью песка и соли. Кроме этого, по 15-20 метров прилегающей территории с обеих сторон. В условиях гололедицы 218 водителей рискнули превысить скорость. 13 сели за руль нетрезвыми. 9 водителей большегрузов оштрафовали за загрязнение проезжей части. Выехали со строек, предварительно не почистив шины. Штраф 51 тысяча. За неделю проверили 64 иностранных гражданина. К административной ответственности привлекли 17 за нарушение правил регистрации, пребывания и работы. Первый вице-мэр Анапы Светлана Яровая напомнила участникам планерного совещания о распоряжении мэра Сергея Сергеева в прошлом году создать условия для медицинских кадров и решить вопрос об улучшении жилищных условий бюджетников. Срок – две недели на подготовку и конкретные предложения по привлечению на курорт медицинских работников. Идеальное состояние объекта – задача, поставленная мэром Анапы перед ответственными за сдачу нового детского сада «Волшебная страна». С первого февраля берите, если успеете, и люди будут приходить на работу, понимаете, в свои группы. Потому что там есть все, там есть вода, там есть тепло для обеспечения жизнедеятельности. Нет только идеального состояния, то, которое я хочу видеть для участников. Иначе, что произойдет? Мы февраль будем комплектовать, потом еще марку будут собирать туда педколлектив. Потом педколлектив зайдет, скажет, ну здесь кран не так, а здесь ручки на уровне руки ребенок не достанет открывать двери. А здесь плитка выбита в полу, надо бы доделать. А уже некому, уже нечем будет делать. Вот о чем речь. 15 миллионов рублей поступило в городской бюджет за счет земельных налогов. Прирост составил 121% за аналогичный период прошлого года. Отчиталось о финансовом движении заместитель мэра Анапы Яна Дуплякина. До 3 февраля определят дислокацию торговых объектов в городе. Это на лето. И каждый день ответственные должны контролировать порядок на улицах и на проездах к морю на Пионерском проспекте. Чистые дороги и тротуары после непогоды – задачи первостепенной важности на этой неделе. О других задачах тоже забывать нельзя. Вот, верните, картинку просто молочного проезда. Они должны содержать сам павелир в идеальнейшем состоянии. Болейт должен быть вывод. Если он белый, то он должен быть белый. Вот здесь вот ремонт. То же самое с вами должно согласовываться. Это должно быть цивильно, цивилизованно. И плюс к этому, те, кто содержит торговые точки в основном, они должны отвечать за освещение силы и за санитарный порядок. Приятная новость для анапчан. Совет молодых депутатов города занял первое место в краевом смотре конкурсе. Главный приз от ЗСК – субсидия на строительство многофункциональной спортивной площадки на курорте. Стоимостью 3 миллиона 400 тысяч рублей.